Всем привет, дорогие друзья! С вами Лукьянов Артём и сайт videosmile.ru. Как вы, наверное, знаете, недавно состоялась презентация новых айфонов 5s и 5c. В честь этого события я решил сделать небольшой урок, в котором я вам покажу, как создать небольшое видео с айфоном в программе After Effects. Для этого нам, во-первых, понадобится плагин Element 3D от сайта videocopile.net, а во-вторых, нам понадобится трёхмерная модель айфона. К сожалению, в интернете я не смог найти качественную 3D модель айфона 5s, поэтому в этом уроке мы будем использовать трёхмерную модель айфона под номером 5, то есть предыдущую его версию. Но, в принципе, ничего страшного. Данную трёхмерную модель айфона вы можете скачать вместе с остальными файлами этого урока в описании к этому уроку на сайте videosmile.ru. После того, как мы скачали архив с файлами к этому уроку на рабочий стол, давайте перейдём к этому архиву и откроем его. В этом архиве вы увидите папку F76. Также раскрываем эту папку и что мы в ней видим. Во-первых, здесь мы видим эта папка iPhone 5. В этой папке у нас находится готовая 3D модель нашего айфона, любезно предоставленная сайтом video.copile.net, а также дополнительные текстуры. Чуть ниже у нас расположены два изображения, которые мы будем размещать на экране нашего айфона. И в-третьих, это готовый проект данного урока. Сейчас давайте выделим все эти файлы и разместим их на рабочем столе. Замечательно. Так, давайте закроем программу WinRAR и прежде чем наша 3D модель пятого айфона появится в плагине Element3D, мы ее должны загрузить в папку MyModels. Находится эта папка по следующему пути. Диск C, Users, VideoSmile или по-другому, пользователи, имя пользователя, Documents или мои документы, VideoCopilot, Models, MyModels. Именно вот в эту папку мы загружаем папку под названием iPhone 5. Берем ее и перекидываем сюда. Все, теперь трехмерная модель в формате OBG нашего пятого айфона будет находиться в плагине Element3D после того, как мы его запустим. Так, давайте закроем проводник Windows и теперь мы можем переходить к программе After Effects. Открываем After Effects и первым делом давайте создадим новую композицию. Идем. Composition, New Composition. Назовем эту композицию iPhone 5. Супер. Далее давайте выберем какой-нибудь пресет. Я выберу пресет HDV HDTV 720 29 97 кадров в секунду. Квадратные пиксели и длительность нашей композиции я выставлю в 8 секунд. Нажимаем на кнопку ОК. А, кстати, цвет фона можно выставить белый. Пускай будет так. ОК. Все, композицию мы создали. Что мы делаем далее? Как вы знаете, как вы прекрасно знаете, плагин Element3D он не работает сам по себе. Мы обязательно его должны применить к какому-нибудь сплошному слою. Поэтому первым делом мы сейчас должны этот самый сплошной слой создать. Чтобы создать сплошной слой, мы переходим к верхнему меню. Идем Layer, New, Solid. Цвет не важен. Кликаем по кнопке Make Home Size и назовем этот слой Element. Нажимаем на кнопку ОК. Данный сплошной слой у нас сразу же появляется на панели Timeline. Все, теперь мы можем перейти к панели Effects & Presets и найти здесь плагин Element. Так, Element. Пропустил букву E или I. Так, берем данный плагин и перетаскиваем на сплошной слой. Как только мы это сделали, все настройки и все параметры данного плагина сразу же у нас отобразились на панели Effect Controls. Вот здесь вот. Сейчас мы должны кликнуть по кнопке Scene Setup, чтобы перейти к настройке или по-другому к созданию нашей сцены. Так, у нас открывается окошко Scene Setup. Давайте я немного увеличу его размер. И первым делом нам нужно перейти к Model Browser, то есть к браузеру модели. Здесь мы переходим к папке My Models. И после того, как мы загрузили в эту папку модель пятого айфона, данная модель у нас отображается сразу же здесь. А вернее папка с этой моделью. Выбираем папку iPhone 5 и выбираем модель пятого айфона. Вот она. Кликаем по ней левой кнопкой мыши. И данная модель загружается у нас сюда, вот, во Viewport. Здесь мы можем посмотреть эту модель. Как вы видите, сделана она очень качественно, без каких-нибудь косяков. И сейчас первым делом можно сделать следующее. Давайте немного изменим окружение, которое влияет вот на эти отражения и блики. Чтобы изменить окружение, мы кликаем по кнопке Environment. И здесь меняем дефолтное окружение на, к примеру, Studio. Это изображение мне больше нравится. В принципе, вы можете выбрать любое из представленных здесь. Это уже на ваше усмотрение. Нажимаем на кнопку OK. И здесь также мы можем нажать на кнопку OK. Все, наша модель готова. И она у нас сразу же появляется в центральной точке на панели Composition. Как я уже говорил, качественную модель iPhone 5s я найти не смог. Но, в принципе, мы можем стилизовать вот эту модель под модель 5s. Как именно? Давайте сейчас обратим свое внимание на рабочий стол. Как я уже говорил, здесь у нас есть два изображения. Это изображение рабочих столов с иконками операционной системы iOS 7, которая сейчас по умолчанию установлена на iPhone 5s. Поэтому давайте сейчас возьмем эти изображения и загрузим их на панель Project. Здесь есть темные и светлые дизайны. Так, почему-то... А, вот. Все, они у нас загрузились. И теперь мы можем продолжать нашу работу. Сейчас мы разместим одно из этих изображений на рабочем столе. И таким образом наш iPhone будет смотреться более современно. Итак, как заменить стандартное изображение экрана на какое-нибудь свое? Очень просто. Давайте я возьму изображение рабочего стола iOS 7 в темном дизайне и перекину это изображение на панель Timeline. Расположу вот здесь вот. Теперь, не снимая выделения с этого слоя, я выполню команду Layer Precompose. Команда Precompose находится в самом низу вот этого списка. Таким образом мы помещаем вот это изображение с рабочим столом в отдельную композицию. В окошке Precompose давайте назовем новую композицию Screen и поставим галочку в чекбоксе Leave all attributes. Окей. На панели Timeline у нас сразу же создается новая композиция Screen. Давайте отключим ее отображение в панели Composition. Сейчас давайте перейдем к плагину Element, а именно ко вкладке Custom Layers. Вот она. Раскрываем эту вкладку. В ней нас интересует вкладка Custom Texture Maps. Здесь, напротив пункта Layer 1, вот в этой менюшке, давайте выберем композицию Screen, которую мы создали чуть ранее. Выставляем здесь композицию Screen и теперь можно закрыть вкладку Custom Layers. Сейчас нам нужно перейти снова в настройки сцены, поэтому мы кликаем по кнопке Scene Setup. Здесь, как вы видите, у нас есть вкладка Materials. Здесь у нас находятся два материала. Это Body, это материалы корпуса iPhone'а, и Screen. Это материал экрана нашего iPhone'а, нашей трехмерной модели. Давайте выберем этот материал и перейдем к настройке данной текстуры. Здесь нас интересует параметр Illumination. Кликаем вот по этой надписи. У нас появляется окошко Texture Channel. Здесь мы кликаем вот по этой стрелочке и выбираем композицию Screen, которую мы создали только что. Выбираем эту композицию и, как вы видите, изображение экрана iPhone'а меняется на то изображение, которое мы загрузили только что. Кликаем по кнопке ОК и здесь также ОК. Все, теперь здесь находится рабочий стол системы iOS 7. Да, я понимаю, что данную модель iPhone'а под iPhone 5s полностью стилизовать не получится, потому что там немного отличается кнопка Home и так далее. Но все эти мелочи мы опустим. Итак, что мы делаем далее? Далее давайте создадим какую-нибудь стильную анимацию полета нашего iPhone'а в пространстве в стиле рекламных роликов от компании Apple. Так, эту анимацию мы будем делать при помощи параметров из вкладки Word Transform. Давайте перейдем к этой вкладке и раскроем ее. Нас здесь интересуют четыре параметра. Во-первых, это параметр Word Position XY. Во-вторых, это Word Position Z. В-третьих, это параметр из вкладки Word Rotation, а именно Y Rotation Word. И четвертый параметр это Z Rotation Word. Как вы понимаете из названия, это изменение позиции по осям XY, это изменение позиции по оси Z, это вращение вокруг оси Y и это вращение вокруг оси Z. Все очень просто. Сейчас давайте разместим индикатор текущего времени в начальной позиции. И изменим первоначальное положение нашей трехмерной модели. Как именно? Во-первых, опустим нашу модель немного вниз по оси Y. Примерно вот так вот. Во-вторых, давайте развернем наш iPhone вокруг оси Y на 180 градусов, чтобы он был повернут к нам с задней поверхностью. То есть выставляем напротив данного параметра значение в минус 180 градусов. Также давайте повернем его дополнительно вокруг оси Z на 90 градусов. Выставляем здесь минус 90. Ну и теперь нам остается лишь его переместить по оси Z в нашу сторону. Берем с небольшим запасом. Вот так вот. Таким образом сейчас наш iPhone находится где-то примерно вот здесь вот. И именно эта позиция является первоначальной. Что мы делаем далее? Далее нам нужно зафиксировать эту позицию для iPhone. Как это сделать? Делается это очень просто. Мы просто переходим к тем параметрам, которые мы только что настраивали. И кликаем по значкам с секундомерами слева от их названий. Далее перемещаемся на 6 секунд вперед. Именно на протяжении этого времени будет проходить наша анимация. И возвращаем всем измененным параметрам значения по умолчанию. Здесь выставляем 0. Здесь 0. Здесь и здесь. Все по 0. И в итоге мы получаем вот такую вот классную анимацию. В принципе, если хотите, можете еще дополнительно поднастроить перемещение этой модели. Это уже на свое усмотрение. Я лишь сделаю следующие операции. Если мы сейчас выделим слой элемент и нажмем клавишу U, то у нас на панели Timeline появятся все параметры, которые мы только что изменяли. То есть все параметры с ключевыми кадрами. Как вы сейчас видите, все эти ключевые кадры, они находятся в режиме интерполяции Linear. То есть значения от первого ключевого кадра до последнего изменяются линейно с одной и той же скоростью. И это не совсем хорошо, потому что такая анимация смотрится резко и скучно. Давайте выделим ключевые кадры параметров трех нижних параметров. Это World Position Z и YZ Rotation. Выделили эти ключевые кадры и теперь давайте нажмем клавишу F9, чтобы выполнить команду Easy Is. После того, как мы это сделали, внешний вид этих ключевых кадров немного изменился. Теперь давайте обратимся к Graph Editor, переходим в Graph Editor и посмотрим на графики этих параметров. Выделяем параметр World Position Z. Сейчас график значений этого параметра представлен вот такой вот кривой. Давайте выделим второй ключевой кадр и потянем вот за этот желтый маркер, чтобы изменить данную кривую вот до такого состояния. То же самое давайте сделаем и с графиками остальных параметров, а именно Y Rotation World и Z Rotation World. Все. То есть, таким образом мы более точно настроили перемещение нашего iPhone в пространстве между первой позицией и второй. Можно закрыть все эти параметры. Так, давайте посмотрим, что у нас получилось. Ну, в принципе, очень даже неплохо. Так как наша модель перемещается, можно подключить размытие в движении. Но это мы сделаем чуть попозже, потому что сейчас в глаза очень сильно бросается вот эта лесенка по краям нашей модели. Чтобы от нее избавиться, а вернее немного ее сгладить, давайте перейдем к плагину Element 3D. Спустимся в самый низ и раскроем вкладку Output. В этой вкладке нас интересует вкладка Sampling and Aliasing. Раскрываем ее, а в ней переходим к параметру SuperSampling. Напротив параметра SuperSampling давайте выставим значение 2. Таким образом, эта лесенка немного сгладится. Если вы здесь выставите более высокие значения, то сглаживание будет проходить еще сильнее. Но, в принципе, значение в 2 единицы тоже смотрится очень даже неплохо. Так, закрываем вкладку Output и теперь можно подключить размытие в движении. Переходим к слою Element, ставим в столбце Motion Blur вот такой вот значок и кликаем по кнопке Enable Motion Blur. Сейчас, мне кажется, не помешало бы дополнительно осветить или подсветить нашу модель. Как это сделать? Очень просто. Мы переходим снова к плагину Element 3D и переходим ко вкладке Render Settings. Здесь нас интересует вкладка Lightning, то есть освещение. Раскрываем вкладку Lightning. В ней напротив параметра Add Lightning давайте выставим значение Cinema. И при освещении типа Cinema наша модель с левой стороны будет освещаться голубым источником света, а справа – оранжевым. Смотрится очень круто. Единственное, нужно немного уменьшить яркость или силу этого освещения примерно до 50%. Поэтому мы переходим ко вкладке Additional Lightning и напротив параметра Brightness Multiplier, наверное, да, Brightness Multiplier выставляем значение 50%. Вот так вот смотрится намного лучше. Здесь есть различные схемы и виды освещения. Можете пробежаться по всем ним и выбрать тот, который понравится именно вам. Я оставлю здесь Cinema. Так, закрываем вкладку Render Settings и идем далее. Далее не помешало бы создать какую-нибудь виньетку, чтобы затемнить края нашего кадра. Для того, чтобы создать виньетку, давайте первым делом создадим новый сплошной слой черного цвета. Идем в Layer New Solid. Выбираем черный цвет. Назовем этот слой виньетка. И нажмем на кнопку OK. Далее. Выделяем слой виньетка на панели Timeline. Переходим к панели Tools. И берем инструмент Rounded Rectangle Tool. То есть прямоугольник с закругленными краями. Сейчас я немного увеличу размер панели Composition, чтобы мне было удобнее рисовать маску. Кликну в левом верхнем углу левой кнопкой мыши. И поведу маску в правый нижний угол. При этом вы можете, прокручивая колесик на мышке, изменять степень закругленности углов у этой фигуры. В итоге у нас получилась вот такая вот маска. Давайте перейдем к этой маске на панели Timeline. Она у нас автоматически отображается здесь. И сразу же поставим галочку в чекбоксе Inverted, чтобы поменять прозрачные и непрозрачные области местами. Раскрываем параметры этой маски. И чтобы смягчить края данной маски, давайте увеличим значение параметра MaskFear. Примерно до 240. Пускай будет так. Теперь выделяем слой виньетка и нажимаем клавишу с английской буквой T. Чтобы у нас здесь появилось свойство Opacity, отвечающее за непрозрачность. Уменьшаем непрозрачность до 30%. Вот что у нас было до, вот что стало после. Разница небольшая, но она есть. Ну вот, в принципе, и все, дорогие друзья. Нам осталось лишь посмотреть, что у нас получилось. А получилось у нас, как вы видите, очень классное видео. В лучших традициях рекламы от компании Apple. Смотрится все очень стильно и все очень круто. Здесь вы дополнительно можете написать какой-нибудь текст, к примеру, iPhone 5s и так далее. Но это вы уже решаете сами. Окей, с вами был Лукьянов Артема и сайт videosmile.ru. Повторюсь, большое спасибо за этот урок. Стоит сказать сайту videocopilot.net. Окей, заходите на наш сайт videosmile.ru, а также приобретайте наш курс Super After Effects, если вы хотите отлично разбираться в этой программе. Данный курс вы можете приобрести на сайте photoshopmaster.org. Все, всем удачи, всем пока.